Когда я начинал делать видео по кастомным подлодкам, я понимал, что, к сожалению, обратного пути не будет, и Баратравма опускала меня на самое дно, где даже блокиратору было бы неуютно. И вот в один из дней, листая группу по Russian Баратравмы, это, кстати, не реклама, и, кстати, поздравляю с 30 тысячами подписчиков, так вот, наткнулся я на пост одного игрока, который добавил свою лодку на всеобщее обозрение, и я понял, что пора. Настало мое время, когда я наконец-то скажу, что не все лодки стоят вашего потерянного времени, и так вашему вниманию представляется Герцог. Это лодка разведки второго левела. И заранее говорю то, что, ребят, все те, кто скидывал свои лодки, они у меня в списке, я про них помню, если что, можете, конечно же, писать в нашу группу ВКонтакте. Здесь не будет разговоров с автором, так как я не хотел бы, чтобы он даже вообще увидел это видео. А перед началом ролика, как и обещал, стартуем опять конкурс до конца этой недели, а если быть точнее, до 17 декабря. Добавлю всего один пунктик к условиям. Первое. Поставить лайк и написать комментарий под видео, в конце добавить ваш ВК-ID без ссылки, иначе Ютуб банит такие комментарии для того, чтобы я мог вас банально найти. Второе. Быть подписанным на канал, и второе. Быть подписанным на нашу Телегу. Ссылочка будет в описании к видео. За это вы получите шанс выиграть 2 бакса на ваш счет с Тима. Победителей также будет 3. Все, кто выигрывал предыдущие конкурсы, свои выплаты уже получили, так что участвуем. Кто уже выиграл, может получить еще раз, это не проблема. Ну, давайте разбирать герцога. Начнем со стоимости. Лодка стоит 16 тысяч марок. Для понимания, азимут стоит 14 тысяч, касатка вторая стоит 13 тысяч. На корабле установлен один средний двигатель мощностью в 300 единиц с потреблением 2000 киловатт. За питание отвечает реактор, вот сейчас не падайте, мощностью в 10 тысяч киловатт. Расход топлива, вот сейчас не падайте, 0.2. Скорость плавления 120 и задержка возгорания 20. Это вообще не норма, так как такой реактор мы рассматривали в Риппере, обзор на который мы тоже делали, но даже там для такой мощности уже должен быть расход 0.4. За орудие на корабле отвечают изначально установленные две пушки. Одна модифицированная магнитка сверху справа, про которую я расскажу позднее, и одна магнитка на нижней стороне. За питание пушек отвечают три суперконденсатора с углами наводки, все хорошо. За дополнительную защиту отвечает только один зарядник глубинных бомб. Сброс осуществляется через одну трубу в центральной части корабля. Для хранения боеприпасов на корабле располагается 9 ячеек для хранения патронов и одна стойка снарядов рельсотрона. Отсеки для водолазных костюмов располагаются на двух уровнях, два находятся на третьем, четыре на втором, тут в пределах нормы. На герцоге установлен изначально медфабрикатор и исследовательская станция. За объем груза отвечает два малых стойки на 8 ящиков. Шкафов тут конечно же в избытке, вот тут прям разработчику молодец, прям четко. Один большой шкаф на весь корабль и один маленький шкаф снаружи корабля, якобы для подводников. Скорость движения 25 км в час, скорость погружения 19, скорость всплытия 18, средний набор скорости. Замеры производились в редакторе без перков. Скорость с перками у меня была 42 км в час. Теперь перейдем к плюсам и минусам, которые я не сказал ранее. Плюсы. Первое. Выход с корабля один сверху, справа как на брусуке. Второе. Два оружейных сейфа. Третье. Есть автоматика на реакторе, как она работает я к сожалению не понял. Четвертое. Частично использованы старые текстурки из альфа версии. Пятое. Три бесплатные бутылки этанола. Шестое. Электрощитки в одном месте, их вообще всего 4 штуки. Седьмое. В шкафах изначально стоят водолазные костюмы, которые на станции можно раздизить на титан-алюминиевые слитки. К сожалению это единственные плюсы, что я мог выдавить, а вот теперь переходим к минусам. Первое. Отвратительная управляемость кораблем. Второе. Пушка магнитная передняя незаменяема. Плюс она модифицирована, повышенной скорострельностью. За один заплыв я потратил 12 ящиков взрывных боеприпасов, если стрелять с нее тут только человеку, а не боту. Третье. Оттаскать патроны из ячеек сверху к пушкам. Смотрим пункт второй. Четвертое. Нет кровати. Пятое. С модифицированными насосами нереально утонуть, даже если пробит весь корабль, так как скорость набора воды и скорость сброса воды, как у прототивного насоса механика. Насосы большие тоже модифицированы. Шестое. Разбалансировка балластных отсеков, что дает нам плавучесть топора. Седьмое. Вы видели корабли второго уровня без фабрикатора и деконструктора? Я нет. Как утверждается, если вам они нужны, значит у вас все хреново с менеджментом ресурсов. На втором левеле обязаны быть фабрикатор с деконструктором. Восьмое. Не работают люки для ботов, все застревают и приходится люки ломать. Для того, чтобы лодка функционировала, то же самое относится к дверям. Девятое. Куча Г-образных переходов. Десятое. Медфабрикатор и медшкаф разделены стеной. Я так и не понял вообще зачем. Одиннадцатое. Нет нормального описания лодки в стиме. Двенадцатое. Нет запасной энергосети. Тринадцатое. Около центрального балластного отсека есть всего один клапан, который настроен, чтобы не пропускать воду в балластный отсек при затоплении сверху. Для чего это сделано, я опять же не понял. Пришлось сразу выпиливать люк. Четырнадцатое. Нет сигнализации и оповещений. Но давайте пройдемся по кораблю. Начнем мы с рубки капитана. Где у нас есть возможность только сброса глубины бомбы. А вот видите вот эту стрелочку, которая идет то вверх, то вниз? Это как раз таки показывает, что корабль не может стоять на месте и ей постоянно приходится в авторежиме поднимать корабль, потому что происходит разбалансировка балластных отсеков. Левее располагается перископ, отвечающий за отсутствующую большую пушку. Под нами располагается балластный отсек. Левее идут бомболюк, почему-то заряженный глубинной бомбой. И два перископа пушек с стойкой снарядов элисотрона. Ну а теперь давайте мы постреляем. А что не стреляется? Не работает. А все просто. Сначала суперконденсаторы нужно вручную включить и выставить скорость зарядки. Спускаемся вниз. Тут у нас медшкаф и стул. Зато стены мягкие. Поднимаемся, идем влево. Тут четыре стойки водолазных костюмов и поднимаемся наверх. Тут еще две стойки и справа выход. Где мы видим, что правильно, маленький шкаф. Возвращаемся и идем вниз. И еще налево. Тут у нас стоят стойки под ящики. Теперь идет реактор. И как я понял, с помощью терминала и кнопок вы можете переключать мощность реактора. Но как это правильно функционирует, я если честно не понял. Поднимаемся наверх. Тут у нас девять мест под патроны, откуда крайне удобно носить патроны к своим пушкам. И два сейфа под оружие, в котором, конечно же, не прописан доступ. Поэтому, кто хочет, может совершенно спокойно в этот самый сейф залезать своими ручонками. Идем вниз. Тут у нас справа халявный этанол, метфабрикатор и исследовательская станция. Слева, четыре щита электрики, четыре стойки зарядки аккумуляторов, три суперконденсатора пушек, опять же, модифицированные. И еще левее, четыре маленьких шкафчика. Помните, я говорил про один клапан? Так вот, вот он, вот он под нами располагается. И тут же находится балластный отсек. Вернемся обратно. И в самом хвосте стоит одинокий большой шкаф, кислородный генератор и двигатель. К сожалению, опыт плавания на этой посудине оставляет желать лучшего. Это пример лодки, как делать не нужно. В данном случае подходит процентов на 90. 10% для энтузиастов, которые хотели бы посмотреть и разобрать систему реактора. Что за пульт вообще такой? В основном, лодка крайне неудобная. Что-то среднее между первым и вторым тиром. Но на фоне косатки второй, а уж тем более азимута, герцог кажется крайне неказистой. Убери и следовательскую станцию, и была бы битва двух титанов, бурсука и герцога. И не факт, что герцог бы выиграл. Ну, на этом, наши дорогие друзья, все. Надеюсь, вы будете выбирать хорошие лодки. Ну, а в данном случае я, к сожалению, ничего сказать не могу, потому что тут нужен прям тотальный реворг этой самой лодки. И то я не знаю вообще для чего она нужна. Ну, а на этом все. С вами был я, Алексей, команда Юнио Продакшн. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, и, конечно же, участвовать в нашем конкурсе. Так что всем удачи, пока, до новых встреч.